Русская цивилизация Многим обязана Русской Православной Церкви. Об этом существует, конечно, огромная литература. Многие наши мыслители, наши писатели, поэты говорили о нашем православии, говорили с уважением, с почтением. Но для того, чтобы понять эту ситуацию более, так сказать, глубоко, давайте посмотрим на то, как происходило принятие христианства. Начнем, так сказать, с Азов. Борисов Николай Сергеевич, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории России до начала XIX века Исторического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова. Принятие христианства, ну, христианная дата, 988 год. И вот сложилась такая ситуация, когда в Византии, правление двух императоров, Василия и Константина, в Константинополе, в Византии вспыхнул мятеж. Этот мятеж организован был полководцем Вардой Фокой, и он угрожал существованию династии. Варда Фока пытался захватить Константинополь, шла тяжелая война. И вот в этой ситуации два императора, ну, скорее, старший из них, Василий, они обратились за помощью к Владимиру, к нашему князю Владимиру, который в это время был очень силен благодаря поддержке варягов. И вот император Византии попросил Владимира предоставить военную помощь, прислать отряд варягов для борьбы с этим мятежником, с Вардой Фокой. Владимир согласился, но выдвинул свои условия, чтобы ему выдали в качестве невесты, в качестве жены принцессу Анну, византийскую принцессу, сестру обоих императоров. Для Византии это был тяжелый запрос, потому что византийцы очень не любили отдавать своих принцесс куда-нибудь в языческие страны, в далекие и, по их мнению, не цивилизованные государства. Но делать было нечего, они согласились, отряд варягов был послан в Константинополь, мятеж был подавлен, и Владимир стал ожидать принцессу Анну. Но его хотели обмануть. Императоры ничего не сделали, они сначала вообще ничего не давали, когда Владимир начал, так сказать, гневаться и грозить им всякими последствиями, они прислали якобы принцессу. На самом деле это была подставная девушка, которой выпала вот такая вот тяжелая задача из себя разыгрывать принцессу. Но этот обман скоро открылся, что стало с девушкой неизвестно, но во всяком случае Владимир был оскорблен, и он начал поход на Корсунь. Осада Херсонеса продолжалась около полугода. Наконец ему оказали помощь христиане, которые были внутри города. В Херсонесе жил такой Анастас Корсунянин, священник, который мечтал обратить в христианство восточных славян. И вот он пошел на тайные переговоры с Владимиром, сказал Владимиру, что я покажу тебе, как захватить этот город, но ты дашь мне обещание принять крещение. Владимир обещал. Тогда Анастас Корсунянин показал ему схему, где проходил водопровод. Вода, которая поступала в город по подземным трубам. Ну, это было равносильно сдаче города. Через несколько недель, оставшись без воды, греки капитулировали. Греки капитулировали, Херсонес был взят, ну и дальше все происходило уже достаточно мирно. То есть Владимир принял христианство, крестился. После этого он обвенчался с принцессой Анной. И таким образом все пришло к тому, что уже целая делегация священников во главе с Анастасом Корсунянином, уже не невеста, а уже супруга Владимира, христианская супруга Анна, все они вернулись в Киев с успешным, так сказать, завершением этой Херсонесской войны. И дальше Владимир начинает вести себя уже как вполне христианский государь. То есть что он делает? Первым делом он строит большую церковь. Он строит церковь, которая вошла в русскую историю под названием Десятинной. Она находилась в Киеве, там, где сейчас исторический музей, там, на одном из холмов, на которых стоит Киев, была поставлена вот эта Десятинная церковь. Православие стало характерной чертой нашего, нашего образа мыслей, нашей религиозной практики. И вот в этой связи надо посмотреть, конечно, как же развивалась православная церковь как организация. Проблема была подчинение русской церкви Константинополю. То есть был патриарх Константинопольский, который возглавлял всю греческую церковь, и в состав владения которого входили метрополии. Это на ступеньку как бы ниже. Вот русская церковь, она была метрополией. Глава русской церкви назывался метрополит Киевский и всея Руси. Метрополита обычно присылали из Византии. И вот это была такая головная боль для наших правителей, для наших иерархов, что приходилось принимать совершенно незнакомого человека, который приходил со своими интересами, с интересами Византии. И он всегда настаивал на том, что русская церковь должна давать пожертвования Византии, должна присылать туда своих людей и так далее. И вот эта вот зависимость от Греции, ну, с разными нюансами, она сохранялась до 1448 года. В 1448 году была установлена автокефалия русской церкви. То есть русская церковь сама стала выбирать себе руководителя. митрополита, который назывался уже не киевский, а московский. Московские всея Руси, потому что центр политической жизни, религиозной жизни России в это время уже перемещается в Москву. В 1589 году во главе русской церкви становится патриарх. Это высший уровень для восточного христианства. Антиохийский, Иерусалимский, Александрийский, Константинопольский. Вот это патриархи, которые возглавляли православную церковь. Значит, патриарх московский существовал как руководитель церковной организации до времен Петра Великого. У Петра Великого были сложные отношения с церковью. Он считал, что церковь должна быть полностью под контролем государства. И для того, чтобы реализовать вот эту идею, он, собственно говоря, создает церковную организацию, которая называлась Священный Синод. В этом Синоде были представлены как представители духовенства, так и представители мирян. В частности, во главе Синода стоял чиновник, которого назначал сам император. Обычно это бывший генерал или бывший губернатор, то есть вполне светский человек. И вот начинается синодальный период в истории Русской Церкви. Это началось в 1721 году. Синодальное управление. И продолжалось оно фактически до 1917 года, когда уже в условиях революции Русская Церковь решает выбрать себе патриарха для того, чтобы в этих новых условиях найти себе более правильную позицию. Русская Церковь – это церковь национальная. Это опора русского национального государства. И мы знаем в истории России очень много примеров, когда в трагической ситуации, в драматической ситуации церковь приходит на помощь государству и обществу в конечном счете, потому что порядок в государстве – это и порядок среди людей. Ну, какие примеры? Примеры нам всем хорошо известны. Допустим, смутное время. Смутное время, когда поляки захватили Москву, когда кажется, что все рухнуло, все развалилось. И вот в это время на исторической сцене появляется замечательный деятель Русской Церкви, патриарх Кермоген, который своими призывами поднимает ополчение, призывами освободить Москву, восстановить православие. Или же, если заглянем поглубже в прошлое, освобождение от татаро-монгольского ига, Куликовская битва. Кто благословляет русские полки на Куликовскую битву? Преподобный Сергий Радонежский, душа тогдашней Русской Церкви. И вот в этом отношении, конечно, Русская Церковь всегда была с народом и всегда была с государством. В этом отношении тут нужно правильно понимать ее историческое значение. Но вот в этом качестве, в качестве народной церкви, национальной церкви, конечно, наша православная церковь имеет некоторые особенности. Ну, во-первых, Русская Церковь очень привязана к своей многовековой традиции. Ну, достаточно посмотреть на церковно-славянский язык, на котором идет богослужение, посмотреть на то, как написаны все основные богослужебные книги. Это все старорусская грамота, церковно-славянский язык. Кроме того, Русская Церковь очень привязана, ну, скажем, к форме храма. Вот новорусские храмы, они ведь все подражают по форме пятиглавому традиционному храму, где пять глав означает Христа и четырех евангелистов. Еще одна особенность Русской Православной Церкви, Русского Православия, состоит в том, что наши люди православные, наши люди церковные, они, как-то, знаете, очень не любят текстов. Наша православная вера – это вера, в которой главные идеи передаются от человека к человеку, от учителя к ученику. И поэтому у нас, например, очень мало, скажем, монастырских уставов, у нас очень мало каких-то трактатов богослужебных, бога, так сказать, теологических. Наша вера, она очень личностная, она такая, знаете, камерная, теплая, и в этом отношении это тоже традиция, традиция, идущая еще во времена Сергия Радонежского. Еще одной особенностью нашего православия, по сравнению, ну, хотя бы с католичеством, состоит в том, что наше православие, ну, практически никогда не вмешивалось в мирские дела. Оно не было политизировано, оно не стремилось к какой-то политической власти. И этим оно отличалось, конечно, от римского католичества, которое целыми веками боролось с императорами Священной Римской империи, которое стремилось через иезуитов проникнуть в какие-то структуры государственной власти, политической власти. Наша церковь в этом отношении более спокойна и более, ну, я бы сказал, более благочестива. Богочестие, как спокойствие, это особенность нашей церкви. Ну, и еще одна тонкость состоит в том, что, например, интересная тоже особенность, русская православная церковь не знает монашеских орденов. Наше монашество, оно как бы монолитно, оно не делится на францисканцев, доминиканцев и так далее. Я думаю, в этой особенности скрываются корни того доверия, той любви, уважения, которое питает русский народ к своему монашеству. Большинство наших святых – это монахи. И, обращаясь к русской церкви, мы прежде всего вспоминаем ее великих людей, ее подвижников, отцов монашества. Еще одна важная особенность русской церкви православной состоит в том, что она никогда не стремилась стать интернациональной, то есть распространить свое влияние на другие народы, на другие конфессии. Русская церковь была национальной. В этом ее сила, в этом ее историческая традиция. Она не стремится к каким-то крестовым походам, она не стремится заставить кого-то стать христианином, стать православным. Наша церковь предлагает, пожалуйста, вот наши миссионеры, они у нас есть в истории церкви, но нигде нет насилия, нигде нет принудительной христианизации, христианизации жестокой, малого народа, который совершает более сильный, большой народ. Я бы сказал, что наше православие, оно по природе своей гуманистично. И вот этот гуманизм русского православия, он накладывает свой отпечаток и на всю русскую цивилизацию. Наша русская цивилизация не агрессивна, она гуманна, и она глубоко мудра по своим историческим корням.